Продолжение следует... Спасибо большое всем докладчикам. Поскольку самый свежий и, естественно, самый эффективно нагруженный был последний доклад, то у меня сразу же вопрос по поводу котиков и по поводу шмиттовского развлечения. На самом деле я очень внимательно следила за, скажем так, развитием мыслей. Я все ожидала, с одной стороны, заявленного описания в языке критической теории. Ну как бы вы эксплицитно этого не делали, но понятно, что котики — это такой элемент аффирмативной культуры со всеми вытекающими последствиями. И это все понятно. Но вот когда речь зашла о том, что, скажем так, о противоставлении слабого искусственного интеллекта и котиков и какой-то фигуры врага, я вот не нашла у котиков врага на самом деле никакого, потому что на самом деле слабый искусственный интеллект в этом смысле является порождением котиков и продолжением котиков. Потому что из логики анализа бигдейта ничего другого, кроме котиков, появиться не может. Это первое. Второе по поводу нечеловеческого. И, собственно говоря, что является в котиках нечеловеческого? Котики — это самое человеческое, что мы можем себе представить с точки зрения их функционала, с точки зрения какого-то, ну скажем, потенциала их использования в парадигме того, что сейчас принято называть эффективным капитализмом. И в этом смысле вот как бы ничего более человеческого, чем котики, я повторю, я не вижу. И вот сама эта конструкция нечеловеческого, она, мне казалось, может такая отхок конструкция. Отхок. То есть она в контексте этого доклада, но по сути, да, мы не можем. Вот здесь как бы нечеловеческое, человеческое, мы на уровне интенции и функции, они, собственно говоря, не работают, на мой взгляд. Котики выступают как, повторюсь, некий неофициальный талисман или символ современной интернет-жизни. А алгоритмы машинного обучения выступают как некое приходящее будущее. Ну только понятно, что это совершенно разные планы. Один поп-культурный, другой научный, хотя какой научный, если он вошел уже в нашу повседневность. Ну и есть вот любопытный кейс, когда одно с другим соединяются. Возможно, их противопоставление не удалось мне достаточно подчеркнуть. Но тут просто у меня не хватило времени. Мы можем вспоминать множество других кейсов. Например, известный алгоритм, который привел к целому направлению в искусстве. Вы, наверное, видели эти фотографии, превращенные, опять же, одной из нейросетей в собачьи морды или в части человеческого тела. Google назвал это инцепшонизм. Целое, может быть, ироническое направление. Это тоже любопытный пример. Конечно, понятно, что для обучения этих нейросетей при создании этих самых инцепшон картинок также, скорее всего, использовались библиотеки с животными. Но, однако, уже поздно рассуждать о том, что там было. Это уже стало неким пластом. Через лет сто, например, кто-то однажды обнаружит эти странные фотографии, в которых торчат части собачьих морд или кошачьих лап, и не сможет объяснить, почему так произошло. Вот моя попытка, которую, возможно, понятно, что градус эквилибристики достаточно высок, и ни о какой гомологичности или ни о каком прямом противостоянии машинных алгоритмов и котиков речи не идет. Но, однако, речь идет о неких таких культурных матрицах или таких сверхмифах, которые могут друг другу противопоставляться. Я просто хотела добавить, я говорила, что даже концептуальной вражды не получается. Вот о чем я говорю. В силу вашего второго замечания, наверное, не получается, потому что вы полагаете, что котики являются человечными. Но на каком уровне? Потому что не с точки зрения психологической нагрузки, которую они так или иначе обладают, а именно в силу того, что сама логика алгоритмизации базируется уже на чем-то существующем. И там просто возникает такой фидбэк в процессе анализа этих данных. Нет, логика обучения никак не связана, конечно, с этими котиками. Материалом могло быть что угодно, но оказались именно котики. Но я же подчеркивал, что и то, и другое являются смежными процессами. И они пересекаются, смешиваются и так далее. Но понимаете, в чем штука последняя очень краткая? Что если мы действительно наблюдаем какой-то политический конфликт, то распутать его всего лишь указанием на то, что котики человечны, это я отвечаю уже на вашу вторую реплику, что, по-моему, абсолютно biased. Это геологическое суждение. Нет ничего в них человеческого. Ну или в них все человеческое. Зависит от той степени, с которой мы делегируем эту свою человечность котикам. Просто речь идет о том, что мы все-таки должны различать, проводить какую-то границу между человеческим и нечеловеческим. И, возможно, использовать этот аппарат для описания. То есть я не уверен, что этот аппарат верный. Возможно, границы проходят где-то не там. Может быть, феномен котиков и алгоритм машинного обучения – это одно и то же. Но если это две формы нечеловеческого, и в них происходит некая политическая борьба, то, как в любой политической борьбе, просто указанием на то, что эта схема не работает, нельзя. Тут, может быть, все оказалось слишком запутанным. Как я цитировал, и чайник, и циклон может оказаться носителем фальшивой идеологии. Мы все в нее можем быть как-то введены. Спасибо. Пожалуйста, еще вопросы. Есть ли еще вопросы? Пир Луиджи. Это очень интересная вопрос. И в вашей вопросе есть все эти демократии. Потому что вы говорили о что-то не в нашей спецеи. И это показано, как, для нашей спецеи, все может быть человеческим. Все может быть человеческим. Мы поговорим с котами. Мы берем котами, чтобы быть с ними. Они помогают нам в нашу общую жизнь. И это так, как мы даем именемы к котам. Поэтому, в какой-то момент, они могут быть частью нашей спецеи. Но есть еще одна причина. Котами, котами, были выбраны по-другому. 13,000 лет назад. Так что, в какой-то момент, они могут быть результатом. Как и другие животные, домашние животные, мы знаем, что они живут. Я думаю, что это действительно происходит, и есть есть очень важная диабетка. Иério, что это значит, что это имеет отношение на председательский вопрос. Как и что, как и другие решения, это впоследствия о попытке распределения, и непосредственности вIZания к контурии, о том, как и я думал, что это происходит. И я не хотела бы передать эту Генераторскую, проявить предусмотрение, because it's really much, very much involved in all this like idiosyncratic possible reactions and I'm not going to talk of it, but what I see also from the reception of my question is also this impossibility to overcome this anthropocentric paradigm and that's what I see is only kind of confirmation of that. I hope it was more or less clear what I meant this time. It is a very complicated answer, question, sorry. What I think is that the anthropic sphere is very huge, is very, it is an enormous and we can't see outside that, it is very difficult. I think that we as humans can't be but anthropocentric, can't be but anthropocentric, but the problem is not that. We can only be anthropocentric because like in the biology of knowledge it is explained, we have a brain that came out in this body, so we can understand everything starting from our brain and our body. Okay, but one thing is to say that we can be but anthropocentric and the other thing is try to understand the answers. Sometimes I have confrontation with people that say we are equal to animals, we are equal to chimpanzees, we are equal to dogs, it's not true, we are different. The difficulty is in knowing this difference, in understanding this difference, it is the big problem, this is the big problem. It is too easy to say that we are equal to the other, we are different, but where is this difference? What do you think? Where is the other? How I can understand the other? This is the biggest question that is not, as you may know, not only in our relationship with the animal world but also in the relationship with the human world. I would like to add, yes, the question whether we can apprehend the non-human or not is a question at stake, it's not a solved question, so it's an open discussion. — It is also an open discussion. — It is also an open discussion, and maybe this is also a question from your view. Совсем с другой перспективы. Не знаю, известно ли исследование, которое проходило, по-моему, 5 или 6 лет назад между норвежцами и американцами. Они исследовали, и поэтому я попросил их поставить именно этот слайд, они исследовали именно само восприятие, и исследовали, то есть в центре стал вопрос, почему именно зарисовки инопланетян, такие якобы являются, почему они все однотипны, почему они все имеют форму такого кошачьего лица. Я думаю, именно поэтому вы их сопоставили. Хорошо. И ответ был, его можно, конечно, опровергать, но их ответ был довольно-таки очень хуманный, и, конечно, который, можно сказать, даже исследование, то есть именно то создание этой картинки в конце, которую вы показали, как кошки, оно может быть даже совершенно перевернуть в другую сторону, потому что они доказали, что именно эти зарисовки связаны с тем, как новорожденный ребенок видит свою маму. То есть так как само зрение еще не сформировано, то есть это именно восприятие лица матери. Это первой встречи, да, человек. Насчет этого я просто вам говорю, что это было доказано. И это как бы такой слайд, который уже в следующем уже опять-таки воспроизводится. И поэтому получается, что они все однотипны, потому что само изображение, конечно, оно в какой-то мере тоже однотипно. Спасибо. Да, мне кажется, это разумное замечание, потому что под инопланетянами мы имеем в виду некое чистое различие, это нечто радикально от нас отличающееся. И также, наверное, столкновение с первым человеком для нас подобное столкновение с инопланетной жизнью. В общем, котик – это мама, и возвращаемся к психоанализу. Отлично. Анна, Романа, в микрофон. Знаете, мне кажется, разделение человеческого и нечеловеческого, то, что предложил Михаил, это наиболее интересная вообще была часть доклада. И вот эти издания начала века, о которых вы говорили, они очень важны, потому что именно в начале XX века интерес действительно к человеку был повсеместным. Он был в психоанализе, он был в Евгенике, чем позже был увлечен в фашизм. И отрицать это вообще бессмысленно, правда. Но мне кажется, что в дальнейшем, когда вы как философ увлеклись вот этой методологией чисто философской, делезом и дальше, она вас немножко, может быть, увела не в ту сторону. Потому что, когда вы говорите о мифологии, то вот эта методология ответ на миф не очень дает. И, возможно, здесь, если бы мне, как искусствоведу, не очень хватило визуального материала, его было маловато, если бы вы обратились действительно к массовой культуре, вот вы начали говорить о другом. Если бы вы говорили о кино, например, о голливудском каком-то стереотипе, исследовали его, вас, может быть, больше было бы убедительного какого-то... То есть это интересная теория ваша, но она не очень действительно как-то проработана, что ли. И, возможно, вот эта массовая... Поясните, что вы имеете в виду другой в кино, это кто? Это чужие? Чужие, да. Ну, просто эти... Вот эта вот массовая культура, она... Мифология массовой культуры, она больше бы могла ответить на поставленные ваши вопросы. Их было много. Они были очень интересно поставлены. Но вот эта именно философская ленинско-марксистская философия, возможно, не даёт ответ на этот вопрос. Правда, она отвечает на какие-то другие вещи. И, мне кажется, может быть, если как-то по-другому на это посмотреть, действительно есть концепция мифа, но тот же Львист Роуз, мне кажется, гораздо более уместен был бы. Ну, или Бартин, не знаю. У вас бы получилось бы это, и другие пришли, примеры просто возникли бы в той же массовой культуре. Но, мне кажется, попробуйте. Как сказал бы Дмитрий Булатов, не хватило археологии котиков. Медиа археологии котиков. Мы разговариваем, спорим об антропоцентричности. Я бы сразу хотел отреагировать на Анну. Анна, вы выдвигаете претензию к Михаилу в недостаточной искусствоведоцентричности. Но Михаил философоцентричен, и поэтому в этом и ценность, мне кажется, нашей сессии и вообще всего дня, а именно в междисциплинарности, чтобы искусствовед почерпнул для себя философоцентричного взгляда, философ почерпнул для себя искусствоведческий подход. И все мы убедились, что все эти подходы, в общем, не человекообразны. Но это мы приблизимся к третьей сессии. Можно коротко отреагирую? Вообще, признаюсь, моей задачей не удавшейся, это вообще фейл, весь мой доклад сегодняшний. Я хотел обойтись вообще без единой фотографии котиков, как королей капусте, а Генри, но не удалось. Что касается другого, поп-культуры и так далее, Вы говорите сейчас о том, что как бы находится за шаг до того, о чем я сейчас рассуждаю. Потому что и Левистрос, и неоднократно проанализированный образ чужого, мне кажется, не способны дать того аппарата, который дает, например, концепция философии чистого различия доэлезианская. Чужой в фильме, на самом-то деле, не так чужд нам, как эти самые котики, которые управляют нами каждый день, подавляют нас. Тут гораздо больше чистого различия. Что касается, кстати, кино, я написал про эту целую работу. На мой взгляд, весь кинематограф как раз-таки был способом выведения, таким первичным, возможно, культурным способом выведения нечеловеческого. Я как раз эту линию попытался и здесь тоже наметить. То есть не соглашусь методологически полностью, но интересно, спасибо за реплику. И последний вопрос. Пожалуйста. Так, Михаил. Я Ваш доклад читаю вот как. Котики блокируют слабый искусственный интеллект, а люди блокируют сложный искусственный интеллект. Как Вы относитесь к такому выводу? Очень правдоподобно. Возможно. То есть на самом-то деле, вся современная дискуссия о статусе искусственного интеллекта, то есть после тех разочарований 70-80-х годов, сегодня вдруг нам возвращается симуляция мыслительной деятельности, и мы не знаем, как с этим быть. Теоретики, апологеты слабого искусственного интеллекта говорят о чем? О том, что то, что мы имеем в виду под сильным искусственным интеллектом, есть не что иное, как огромное количество агентов слабого искусственного интеллекта, потом которые, возможно, объединившись в сеть, превратятся в некий скайнет будущего, захватят человечество и так далее, и тому подобное. То есть возможно, что то, что мы имели в виду под сильным искусственным интеллектом, то есть мыслящая машина, это миф, выдуманный человеком, и что если такая машина будет реализована, она будет реализована за счет сложных культурно-политических и социально-экономических сетей, состоящих из слабого искусственного интеллекта. И тогда в этом случае в управу человек блокирует сильный искусственный интеллект своей фальшивой идеологией этого сильного искусственного интеллекта, своим предубеждением о том, что сильный искусственный интеллект это тот самый, который скажет тебе привет и так далее. Возможно, вот этот путь к созданию сильного искусственного интеллекта будет проходить через котиков, условно говоря. С одной лишь разницей, что котики блокируют существующий слабый искусственный интеллект, а человек, как обычно, блокирует то, чего нет, поскольку сильного, в общем-то, его и нет технически. Хорошо, спасибо огромное нашим спикерам. Давайте поаплодируем все вместе. Продолжение следует...